Уже полтора года Анна Прохорова руководитель самарских студенческих отрядов. В Самаре их 52. На каникулах ребята трудятся на строительных объектах. В 2018 году, например, готовили город к чемпионату мира. Но есть и проблемы. Не всем студентам хватает рабочих мест, и они вынуждены уезжать в другие российские города. С этой проблемой студенты обратились к депутату Государственной Думы Александру Хинштейну. За стол переговоров сели студенты, представители подрядчиков и областные власти. Ну, очень заинтересованы в работе в Самарской области, потому что и сами студенты изъявили желание. И вот у нас тоже 23 числа будет слушание закона поддержки студенческих отрядов. И очень приятно, что министерства поддерживают и хотят привлекать, потому что наши ребята, мы их готовим весь год, мы их набираем, и они больше в коллективе и более ответственно подходят к делу и к работе. Поддержка государством подобного рода начинаний молодежи очень важна и нужна. Ну, а будет здорово, если после летних каникул ребята заработают и деньги, и мозоли на руках, и совершенно другие взгляды на жизнь. Уже сегодня понимаем, с кем можно двигаться, что называется, в трудовые поля и строить, ну, не то чтобы карьеру, но, тем не менее, реализовывать свои амбиции вот в данном направлении. В этом году в области 53 строящихся объектов строительные компании заинтересованы принимать студентов в качестве разнорабочих. Изучив каждое отдельное резюме, подрядчик может предложить студенту и другие должности. Все зависит от опыта и квалификации. Мы готовы трудоустраивать, главное, чтобы у ребят было желание. Но больше того, если у кого есть желание, мы во время практики даже обучаем. У нас есть, мы обучаем стропольщиков, вот, поэтому даже можем обучить и сварщиков. То есть мы всегда готовы, открыты, на стройке нужны всегда рабочие руки. Чем больше, тем их лучше, поэтому пусть ребята приходят, мы их трудоустроим. Этим летом 150 самарских студентов отправятся на региональные стройки. Проживать они будут в общежитиях. Для того, чтобы контролировать соблюдение всех должных условий труда, будет создана специальная группа. В нее войдут представители областных министерств, сами студенты и депутат Александр Хинштейн. Мэри Елчан, Мария Левина, Григорий Плешаков. События.